итак всем привет всем доброго времени суток рад приветствовать вас на канале rzone games у нас как видите новый обзор новый проект но проект насколько я понимаю не новый он находится какое-то время в онлайне но когда он открылся и что это за проект какая его предыстория я особо не знаю найти даты его открытия мне не удалось но проект находится в данный момент в онлайне и он в общем-то как бы играбельный ну и как вы видите называется это genesis genesis detroit естественно стоим мы на базе арма 3 и как можно заметить по карте это абсолютно новый мод новый смысле вы выполнен абсолютно в своем стиле это с нуля построенная карта и вот такое вот меню нас встречает также нас встречают не читаемые иконки которые я ненавижу и небольшой баг как вы видите со входом кнопка вход немножко рассинхронена триггер находится чуть выше чем сама кнопка ну ладно не будем на этом обострять внимание заходим и встречает нас все тот самый аэропорт который я в общем-то обсираю в каждом своем видео никому настоятельно не комендую бегать по этому аэропорту да это очень красивое сооружение но она полностью забаганная здесь практически нельзя находиться полы стены все сделано как-то через не хочется ругаться но это очень бага на и здание и я бы не рекомендовал действительно по нему бегать так как я очень часто хожу по разным проектам и очень часто встречаю это здание всегда говорю что она как декоративная стоит нормально но пользоваться им практически невозможно сейчас я конечно побегу и покажу вам чтобы не быть голословным к тому же здесь в аэропорту как мы можем заметить стоят магазины авиационной техники но я боюсь что без лицензии я там ничего не увижу но бог его знает давайте пробежимся и попробуем не знаю для какого проекта строилась такое огромное сооружение но я его встречал в разных местах откуда она перекочевала в арму тоже не знаю но видно что автор этого сооружения этого строения потратил много сил чтобы сделать его это действительно огромное здание ну и вот первый баг пожалуйста мне не пройти тут какая-то то ли невидимая стена то ли не знаю что это такое но с этой стороны не пройти пробуем с другой стороны с другой стороны пройти можно но вот здесь теперь что-то багает проходим дальше и нас встречает вот такая вот зависание в общем и точно так же я умер и на первом этаже это второй этаж и мы как если вы помните мы поднялись на эскалаторе и ну вот и до свидания получил травму как я и говорил в самом начале не ходите и не ездите по этому зданию оно полностью забаганное я уже здесь умирал и на машине и пешком как только я не умирал в этом здании поэтому советую вам по нему вот видите даже стена только что появилась вот ну вот такие вот баги в общем здесь все вся эта конструкция состоит из сплошных багов где-то есть несовмещение полов невидимые стены в общем очень забаганное здание еще раз повторюсь не ходите по нему не не пользуйтесь им это чревато последствиями вот я теперь получил травму и вместо того чтобы смотреть на самолеты мне придется срочным образом бежать в больничку насколько я успел заметить на этой карте есть по моему три госпиталя но мы поедем ближайший наверное в тот самый детройт вот меня кстати трясет здорово карта выглядит как-то ну как-то очень странненько да но я не знаю как описать вот это то что я сейчас вижу вроде бы как с одной стороны приятно взгляду а с другой стороны как-то все искусственно что ли ну вот те кто смотрел мои предыдущие обзоры знают что я очень плохо отношусь к новоделу к новострою к сторонним зданиям они всегда практически всегда плохо оптимизированы что дает огромную нагрузку а здесь целая карта состоит из-за каких-то сторонних зданий но мы сейчас все это посмотрим и пощупаем ну а вот перед нами и банкомат с нашими подъемными денежками кстати банкоматов здесь есть два вида это я уже забегаю вперед вот такие вот стандартные и какие-то желтого цвета приклеены к стене но работают они не все какие работают какие нет понять абсолютно невозможно я просто уже обжигался но пока бегал по этой карте не очень здорово психовал отмечаешь себе на карте точку и бежишь туда а он не работает и понять какой из них работает какой нет бог его знает я уже начал бегать исключительно к этим стандартным но тоже как понять стандартный он или нет ну а далее бежим на автобусную остановку здесь есть сеть автобусных остановок по которым путем телепортации ну или здесь не телепортация такая идет анимация небольшая можно перемещаться по карте но цены какие-то очень уж конские первый билет будет стоить не очень дорого потому что это самый близкий город но я в дальнейшем пробовал ездить на автобусе я вам скажу это дело для миллионеров ну а оформлено это вот так вот стоит аппаратик с ним взаимодействуем и выбираем точку куда нам надо точек достаточно много как вы видите сеть автобусных остановок очень такая обширная ну и вот мы покупаем билет выскакивает табличка мы соглашаемся дальше идет таймер и потом просто происходит вот такая вот телепортация анимированная правда какая-то все перелетаем в детройт видим небоскребы появляемся в городе все мы приехали ну а сам детройт встречает нас вот такими вот красивыми пейзажами да все изменено все дополнено ничего армовского здесь нет вот эти дома слева черненькие мне очень понравились если помните проекции silver lake я бы вот кстати разработчику порекомендовал бы лучше поставить вот такие здания там нежели те картонные коробки которые он там навалил ну и отмечаем на карте госпиталь нам надо туда и двигаемся как видим по правой стороне у нас тоже самое как и на silver lake целая улица магазинов ну а центр города встречает нас огромными небоскребами но вот небоскребы здесь в отличие от этих зданий не жилые они просто декоративные а вот к этим домиком мы вернемся чуть позже как я сказал они мне понравились и я вам покажу почему ну а пока хотелось бы поговорить в целом о том что мы видим с одной стороны карта как-то поражает себя вот такими вот огромными зданиями но с другой стороны она тут же как-то тебя отталкивает отталкивает вот этой всей белизной пестротой ненатуральностью не знаю вот какой-то такой двоякое чувство вроде бы как смотришь все новое все интересно но с другой стороны отталкивает потому что все какое-то белое чистое не настоящая что ли вот не знаю смотрите прикольная конструкция это пешеходный переход и это кстати тоже очень интересное решение а почему интересно да потому что здесь дохренище просто дохренище заборов вот посмотрите мы идем до справа забор слева не это не забор но это оградительная линия все эти оградительные линии заборы живые изгороди очень сильно ограничивает ваше движение ни вправо ни влево вы не пройдете на пути от точки а до точки бы вы встретите просто колоссальное количество заборов преград и тому подобное что мне очень не понравилось и в дальнейшем я все это покажу но мы переходим на другой берег и вот эта часть мне кстати очень понравилось смотрите как это прикольно выглядит иногда красоты и виды этой карты действительно поражают это бывает красиво очень красиво но тут же ты сталкиваешься с реальностью и вот посмотрите вон медцентр а вот тот самый забор и чтобы пройти мне нужно обижать его и здесь так постоянно нету проходов нужно оббегать видите длиннющие заборы они здесь постоянно вот о чем я все время говорю зачем вы городите эти строения ну а вот сам медицинский центр мне понравился красивое белое здание не видел такого никогда но она прикольная не только снаружи а еще как видите и внутри стоит докторишка анимированный красивый такой рецепшен но сделан антуражно красиво тут вопросов нету вопрос возникает только в другом а как лечиться докторишка стоит но он абсолютно бесполезный с ним взаимодействовать никак невозможно то есть в этой клинике я полечиться не смогу могу только походить сквозь текстуры вот и все значит мне придется лечиться самостоятельно надо искать где продаются таблетки или антибиотики ну или что его на этом проекте заведено ну докторишка вообще никак не реагирует как вы видите я еще побродил по этой клинике ничего больше я не нашел кроме банкомата про который я вам говорил вот второй тип банкомата но половина из этих новых банкоматов нихрена не работают не получив никакого лечения я кстати уже сделал одно от кисуленьку я решил перебираться обратно на тот берег и уже там искать какие-то таблетки бинты или что-нибудь подобное но как видите мне пришлось варьировать между этими заборами этим награждениями и я решил что наверное по примкам мне будет гораздо быстрее и заодно еще покажу вам как здесь выполнен пляж и вот эта река которая протекает здесь выполнена красиво виды издалека обалденные здорово действительно здорово вот к этому никак нельзя придраться красивая вода красивый песок замечательные виды очень красиво но перебираться на тот берег я решил вплавь потому что устал бегать вокруг этих заборов здесь меня встречает вот такая вот колоннада это виадуки и вот это решение мне кажется очень спорным а спорным она потому что там очень высокие подъемы на подъем мы вернемся чуть позже а пока меня опять встречает забор даже здесь мне не пройти вот у меня всегда возникает вопрос зачем вы городите такое количество заборов ну зачем блин меня я не могу мне бомбит от этих заборов я хотел срезать чтобы там не бегать а меня встретил здесь та же самая хрень я не понимаю цель разработчика замотать игрока в хлам что ли вот ну к чему вот это все эта красота какая-то зачем это зачем блин я не устаю удивляться но для какого хрена вы городите такое количество заборов зачем и кстати говоря я так и не нашел где кончается эта длиннющая полоса забора но слава богу она переходит вот в эти магазина у этих магазинов есть черный ход вот через него то я и прошел ну раз я прошел через магазин и к магазинам мы и обратимся вот так то они выполнены в общем то ничего удивительного есть одна претензия название магазинов просто магазин и что это за магазин непонятно единственное как то есть разбивка по категории магазина это вот здесь в детройте здесь еще более-менее как-то все расписано дальше на карте есть просто слово магазин приходишь в магазин а что-то там увидишь ну как повезет вот так вот и вот что это за чел стоит и зачем он здесь нужен я так и не разобрался непонятно непонятно почему то можно лазить в его сумку но потом запрещается лезть в его сумку я не понял вот что это такое видимо какая-то была задумка но она просто не доделана до конца ну а дальше есть такое же меню как и в соседнем магазине в общем то вот так вот ну соседи магазине надо продавать видимо фрукты а этому видимо надо продавать золото ну бог его знает как это странное распределение а вот сам магазинчик мне понравился не сразу поймешь как им пользоваться но выглядит он прикольно есть какие-то вот видите как пресеты что ли видимо можно собирать какой-то определенный блок вот в правом верхнем углу до три таких вот квадратика туда видимо что-то набирать и потом просто как бы вот оптом берешь ну наверное так это все рассчитано каждый же покупает в магазине какие-то определенные вещи да например можно набрать туда это я так понимаю там три бутылки воды 4 консервы там и еще чем сохранить и потом просто подходишь нажимаешь купить и все видимо это работает так ну я не разобрался как-то и не протестировал даже это но я думаю это работает вот так ну и также в магазин выбираешь корзину наполняешь ее и в конце нажимаешь купить и уже все что у тебя было в корзине целиком ты покупаешь ну и как вы наверное заметили этот же магазин является и хоз товарами и аптекой и продовольственным магазином и еще здесь можно купить оружие но так как у меня нет лицензии видимо потому что у меня нет лицензии скорее всего поэтому ничего из оружия мне здесь не высвечивается но все остальное мы можем приобретать чем я сейчас и занимаюсь и здесь сейчас наберу обезболивающих винтов и ну и всякой хрени которая нужна для существования на этом проекте но как вы видите в этом же магазине можно покупать и вещи тоже заходим в раздел вещей и здесь еще есть под категории и точно также видимо можно собирать себе какой-то комплекты вещей и потом просто их на приходишь и один раз нажимаешь и уже комплект у тебя куплен ну наверное для этого это сделано тут уже надо если кому-то интересно заходить и разбираться ну а так вот в магазин выполнен вот таким вот образом и не очень мне нравится то что персонажа нельзя крутить я перепробовал все вот он стоит мертво никак не крутится одежды как вы видите огромное количество точно также выбираются и рюкзаки и очки персонаж не поворачивается поэтому особенно при выборе аксессуаров то есть очков и там бороды ну вы так как бы должны как мне тут как-то написали в комментариях включить фантазию поэтому вот включаем фантазию и представляем как мы должны выглядеть но осмотрим все это со стороны вот такой вот очень магазин показывать одежду не буду рюкзаки одежда все абсолютно стандартное есть некоторые изменения по цветам но в основном это все то же самое что вы видели уже миллион раз поэтому останавливаться здесь не будем пойдемте дальше я купил себе как всегда хоть какой-то рюкзак тоже понимание чего покупать нету берем по цене все они стоят там по 75 долларов и я выбрал только один рюкзак который стоил чуть дороже наверное он поместитель не знаю ну в общем все отправляемся отсюда слава богу что все магазинчики стоят в ряд один за одним но к сожалению ничего удивительного я здесь не нашел видим это какие-то приемные пункты яблоки золото металлы все наверно надо сдавать здесь потому что ну по меню ничего не понятно надо читать по карте а так они все выглядят одинаково рядышком стоит банкомат но как я и говорил здесь банкоматы стоят но они не работают я что-то крутил вертел жмыхал все все кнопки но никак он не хочет работать есть вот такие вот магазинчики но это магазинчик хоть и выглядит красиво но он декоративный не знаю почему не поставили сюда например какого-то из ботов чтобы он продавал здесь это же гораздо красивее выглядит но к сожалению этот магазинчик не работает это просто вот такая декоративная штуковинка хотя на мой взгляд вот если бы сюда поставили того на песишку который покупает типа золото то было бы гораздо красивее антуражный ну ладно это выбор автора мы следуем дальше ну а дальше те самые дома которые вам обещал показать кстати на этом проекте какая-то беда с дверями дверь открывается очень очень печально но и вот этот дом боганутый но это только вот этот дом с травой вместо земли а так смотрите здесь есть квартиры реально квартиры вот в них можно заходить и я так понимаю что их можно покупать просто лицензия домовладельца здесь стоит каких-то конских денег которых здесь не нафармить а экономика очень странная это я вам дальше покажу но выглядит это очень прикольно посмотрите как это здорово сделано в квартирах есть несколько комнат можно там назвать их спальня или еще как-нибудь действующая лестничная клетка по ней тоже можно подниматься до самого последнего этажа все квартиры примерно одинаковые есть санузел большие залы смотрите какое остекление а вид отсюда просто обалденный и только представьте если эти квартиры можно покупать обставлять мебелью да и вот такое ночное время в каких-то квартирах будет гореть свет просто представьте себе этот вид с улицы когда вы проходите до в какой-то квартире горит свет ходит человек там стоит мебель все остеклено вам все хорошо видно обалденные виды ну или вот дом напротив он еще красивее еще лучше и он тоже рабочий тоже в нем можно жить можно покупать квартиры ну вот только как я и сказал на этом проекте какая-то херобора с дверями видите я открываю право открыл слева но хрен с ним открылась открылась пойдемте смотрите какие здесь виды такая квартира даст фору даже гтшки с ее красивыми интерьерами представьте что вы стоите вот так это сосед напротив тоже стоит у окна и у него горит свет и там какая-то мебель очень было бы прикольно ну вот она беда видите много комнат но открыть практически невозможно я думаю что сюда надо ставить менюшку типа типа того когда вы взаимодействуете с машиной выскакивает одно меню и потом вы выбираете действие вот сюда надо ставить точно такое уже решение потому что открыть какую-то одну определенную дверь практически невозможно но в целом решением с этими квартирами еще с такими уютными и с таким большим остеклением мне очень понравилось вот бы на каком-нибудь проекте это действительно реализовать вот попробуйте представить себе вид вот с этой точки да когда в каких-то квартирах горит свет где-то ходят люди кто-то уже спит это было бы очень здорово и очень красиво но к сожалению выяснить можно ли здесь покупать эти квартиры или нет мне не удалось а еще здесь есть вот такие дома но этот дом больше декоративного него задействован только первый этаж все остальное это декорация никак не взаимодействуются ну а далее я пошел снять то что мне уже накопилось по безработице пособия ну и заодно посмотреть вот на это здание это картинг центр внутри оформлено прикольно действительно есть такое ощущение что вы находитесь в каком-то казенном здании это не частная территория типа вот что-то такое ну естественно все это находится за высокими заборами видимо здесь обучаются очень опасные люди ну и вообще заборы 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 как вы видите они здесь не кончаются это бесит это до невозможности бесит то что вы можете потратить две минуты ходьбы вам приходится бегать минут по десять ну и вот полицейский участок здесь есть все виды заборов и ограждений заметьте здесь даже деревья за заборами чтоб не убежали здесь разошелся вообще автор на полную есть стеклянные заборы ограждение живая изгородь есть высокие бетонные заборы с колючей проволокой есть шлагбаум здесь есть все заборы но здесь это хотя бы как-то можно оправдать присутствием здесь полицейского участка кстати само здание полицейского участка мне нравится я его уже показывал оно такое гражданское красивое интересное внутри тоже очень приятно выглядит но во внутрь мы заходить не будем я это уже показывал на одном из своих проектов в общем то выглядит это вот так рядом же с полицейским участком стоит одно интересное здание ну конечно тоже за забором тоже шлагбаум как положено все издалека как видите это похоже на какой-то вокзал но это не вокзал уж не знаю откуда взято это здание для чего она изначально изготавливалась но теперь как мы можем там заметить там будет автосервис но очень красивая башня с часами поэтому и показалось мне что вокзал обычно вокзал оформляется такими башенками еще мне показалось что это будет какая-нибудь пожарная часть но нет там как мы видим сделано все под то чтобы стояли машины и это будет какой-то наверное автосервис ну или просто будет какая-то декорация не знаю выглядит это вот таким вот образом ну а далее по улице и по очереди у нас стоит здание автосалона но о машинах на этом проекте о экономике о добыче ресурсов и обо всем в целом мы узнаем наверное в следующей серии ну а на этом у меня все спасибо всем кто посмотрел и всего доброго